Доброе утро, уважаемые земляки! Сегодня сводка по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом. Всего у нас зарегистрировано 183 случая заболевания. С начала эпидемии 117 человек сейчас находятся на лечении в стационарах. 37 человек у нас с выздоровлением. Выписаны из них двое детей. Если говорить о районах республики, то в первую очередь это Яшалтинский район 11 человек на лечение, Сарпинский район 9 человек, Городовиковский 4, Яшкуль 4, Влагане 1 человек, но не на госпитализация, а под домашним наблюдением уже заканчивает лечение и будет выписан. И в Экибуруле 6 человек находятся на лечении. За истекшие сутки прирост, как вы видите, у нас чуть менее 20 человек. Так что идем, по сути, в стабильном ритме. Сейчас лаборатории все работают в полную нагрузку. Исследования проводят до 400 в сутки. Поэтому надеюсь, что благодаря широкому охвату мы все-таки сможем выявить и погасить все очаги, которые у нас есть. Но опять-таки говорить о том, что мы вышли на какое-то плато или достигли пика, на сегодняшний день пока очень рано. И я думаю, что абсолютно преждевременно. Потому что в каждом районе, в городе, на всей территории республики, любой бессимптомный носитель может дать нам вспышку, опять-таки, заболевания и появления новых очагов. Поэтому прошу всех относиться ответственно и к своему здоровью, и к здоровью своих окружающих, особенно в преддверии майских праздников. Я понимаю, что всем захочется поехать, посетить своих родных, близких. Но, пожалуйста, давайте сделаем это дистанционно. И самое главное, то, о чем я сегодня должен сказать, это, конечно, в первую очередь поздравить всех работников скорой помощи. Это и водителей, и врачей, и фельдшеров, и санитарочек, всех, кто занимается подготовкой и обслуживанием персонала. Уважаемые работники скорой помощи, вы сегодня на передовой. И работаете, не жалея себя, круглыми сутками. Я очень благодарен то, что у нас нет ни одного отказа. Я очень благодарен тому, что вы с пониманием относитесь к той миссии, к тем задачам, которые стоят перед вами. Для вас сейчас каждый выезд, это как на коронавирус. Никто не знает, есть ли там бессимптомное течение или нет. Поэтому я очень вас прошу, в первую очередь, берегите себя и берегите свои семьи. А то, что вы честно и профессионально оказываете медицинскую помощь, в этом у меня никогда не было никаких сомнений. От всего сердца поздравляю вас с днем профессионального праздника, с днем работников скорой помощи. Желаю вам здоровья, вам, вашим близким. Не болейте и держитесь там, ребята. Я очень горжусь то, что нам выпало вместе с вами работать в этот сложный период. Ну, официальная сводка закончена, теперь можно приступить к вопросам. Как обстановка в Цаганамане? В Цаганамане обстановка стабильная, имеются заболевшие на амбулаторном лечении, уже идут на выписку. Почему вред в больнице человека после инсульта на следующий день отправили домой? Как же лечение? Лечение он будет получать амбулаторно, потому что, все вы прекрасно понимаете, я вчера докладывал, была вспышка заражения в больнице. И поэтому, пока мы не установим четко границы очага, находиться там, особенно в тяжелом состоянии, небезопасно. У вас передадут на консультацию, на курирование в горполиклинику, невропатолог вас обязательно посетит, и лечение будет продолжено. Почему женская консультация не принимает гинекологических больных? Ну, я думаю, что вопрос, наверное, очень интересный. Сейчас же свяжусь с женской консультацией сегодня. По экстренным показаниям мы принимаем всех. В плановом порядке сейчас прием не ведется. Если ОМС разглашает фамилии контактных, медсестры, наверное, нормально? Нет, не нормально, за это нужно наказывать. Понятие врачебной и медицинской тайны никто не отменял. В Логанском районе есть один пациент, который находится на амбулаторном лечении, бессимптомное течение. По-моему, завтра или послезавтра он сдает третий анализ и будет выпущен. Нужно обрабатывать продукты, купленные в магазине, а также овощи. Ну, какой-то такой острой необходимости нет. Если это овощи и фрукты, то их в обязательном порядке надо мыть. А обрабатывать хлеб или что-то еще, ну, я думаю, что нет. Как в Экибуруле? Шесть человек в Экибуруле, состояние удовлетворительное, персонал работает, все в порядке. Как в Октябрьском районе? В Октябрьском районе пока спокойно все. Можно ли заболеть в продуктовом магазине? И правда, что вирус висит в воздухе три часа. Нет, вирус не может висеть в воздухе три часа, а заболеть можно везде абсолютно. И в продуктовом магазине, и на улице, и в больнице. Как обстановка в Малых Дербетах? В Малых Дербетах тоже пока обстановка спокойная. В Юстинском районе тоже пока никаких опасений нет. Так, не успел прочитать. В сети появилась информация, что в Москву едут заражения... Нет, это бред и фейк. Никто специально зараженных никуда, ниоткуда не посылает. Это провокационная информация и абсолютно глупая. Сколько дней в среднем болеет человек? Ну, в среднем, получается, у нас где-то 14 дней. Протекает заболевание. При лечении или бессимптомном течении первый отрицательный анализ появляется обычно на 8-10 сутки. Но мы для контроля проводим, дожидаемся второго отрицательного результата. И тогда выписываем. В Сарпинском районе 9 подтвержденных случаев заболевания. Как обстоят дела с контактными? Контактные находятся под медицинским наблюдением. Но учитывая того, что там, по статистике, за последние дни не прибавляется случаев, значит, надеемся, что очаг локализован полностью. И каких-то других пациентов пока не ждем. Быстро возводимые госпитали. Почему не просите? Почему не просим? Просим и направили заявку на правительство России. Как написать жалобу на медицинскую сестру, которая во всех группах писала про контактных? Ну как, просто берете листок бумаги и пишете министру здравоохранения Республики Калмыкия? Такой-то, такой-то и все. Когда закончится карантин? Не знаю, когда закончится болезнь, тогда и закончится карантин. Стомат поликлиника работает. Зачем открыли парикмахерские? Ну парикмахерские, насколько я знаю, не открыли. Как в Яшкуле обстановка? В Яшкуле спокойная обстановка, своих заболевших нет. В инфекционном госпитале там 4 человека. Здравствуйте, Юрий Викторович. Минздрав не хочет выдавать талон на ВМП. Но если талон на ВМП не дают, то скорее всего, потому что в центре не принимают. В той клинике, куда вы собрались ехать, потому что плановая медицинская помощь закрыта по всей территории России. В Черноземельском районе спокойно. Когда хирургический корпус будут делать подковидных. Его уже начали переводить и создавать там условия и для персонала, и для пациентов. Я думаю, к 1 мая управимся. Как состояние тяжелых больных? Состояние больных стабильное, тяжелых 5 человек. На ИВЛ находится 2 человека. Состояние стабильно тяжелое. Таких пациентов довольно долго приходится лечить. Где вылезти можно сделать КТ? Месяц болит грудная клетка. КТ будет делаться по направлению врача. Вам нужно обратиться к врачу в поликлинику. Если есть показания, вам дадут направление и скажут, где это можно сделать. Поздравления медработникам. Спасибо. Есть ли необходимые медикаменты для лечения коронавируса? Да, пока все необходимые медикаменты для лечения коронавируса есть. Также есть законтрактованные позиции. Ждем дополнительных поставок. Но пока перебоев с лечением нет. Но все зависит опять-таки от количества больных и от сроков поставок по тем фирмам. Но пока никаких опасений нет. Для чего переводите пациентов из Городовиковской больницы в Ешалтинскую? Да лечите, пожалуйста, пациентов из Городовиковской больницы. Я переживаю, что наложится один штамп на другой. При транспортировке больных из Городовиковской в Ешалту делается в первую очередь для того, чтобы сделать компьютерную томографию и не пропустить начало пневмонии, то есть поражения легких. В Городовиковском районе своего КТ нету, поэтому компьютерная томография проводится в Ешалте. Что один штамп на другой, ну это скорее иллюзия, чем факт, потому что у нас по Калмыкии циркулирует, скорее всего, один штамп. И все тяжелые пациенты переводятся в листу. Поэтому с целью ранней диагностики осложнений, и чтобы не допустить этих осложнений, больные из Городовиковского района переводятся на КТ, и если у них подтверждается пневмония, то будут переводиться в город. Если пневмонии нет, то будут продолжать лечение по месту. В теченерах заболевшие есть, но обстановка абсолютно стабильная и спокойная. Как работают стоматологические поликлиники? Стоматологические поликлиники работают так же, как все организации, оказывают экстренную помощь. Есть и первый положительный анализ, второй может быть отрицательным. Теоретически, может быть, болезни и иммунная система у каждого человека разные, могут выздоровление пройти быстро, но все-таки нужно все-таки до 14 дней, наверное, подождать и не ходить никуда. 4 мая у моего ребенка плановая госпитализация. Если у вашего ребенка плановая госпитализация в какой-то из федеральных центров, то вам нужно все-таки либо самой связаться с центром, либо обратиться к специалистам Минздрава, не узнать, принимает ли центр, чтобы вы напрасно не ездили. Вакцина проходит испытание. Да, и отечественная вакцина, и импортные вакцины сейчас проходят испытания. Это вакцины разные. Есть с ослабленным вирусом, есть на основе фрагментов вируса, есть на основании генетической информации. Разные научные центры в мире занимаются разработками разных видов вакцин. Но я думаю, что уже раз они вышли на стадию клинических испытаний, по крайней мере, надеюсь, что в скором времени вакцина появится. Где можно сделать УЗИ почек экстренно? Если у вас экстренное заболевание почек, то вы должны лечиться в больнице. А также УЗИ можно сделать в любом коммерческом центре, если они работают. Мы открыли все коммерческие центры. Также можно сделать УЗИ и в городской поликлинике. По экстренным показаниям все выполняется. Про КТ я уже отвечал. На сайт можно написать, к вам жалоба дойдет? Да, дойдет. МСЭК в июле продлят повторно? Я не знаю. МСЭК это федеральная структура, Минздраву она нашему не подчиняется. И если какие-то нормативные акты к нам придут, мы оповестим. Когда у вас закончится самоизоляция? Надеюсь, что сегодня. Анализы сдал, жду результата. Почему игнорируют мой вопрос? Извините, возможно я его пропустил. Какой вопрос? Мне трудно сориентироваться. Здравствуйте. Выпускницам медвозов после обучения 6 лет по специалитету как педиатрии и лечебное дело обязательно приступите к работе в этом году. Но я думаю, что если выпускникам дадут дипломы, они обязаны приступить к работе в этом году. А надеюсь, что дипломы они получат. В официальном документе от Питера сказано в первом пункте талон вам ПП. Но наш Минздрав не выдает. Напишите мне подробно ситуацию, и я разберусь с ней. Надеюсь, опять-таки говорю, что завтра я буду уже в своем рабочем месте. И я думаю, что мы решим эту проблему и узнаем, в чем причина. С праздников работников скорой помощи. От всего сердца поздравляю, взаимно присоединяюсь. Что с пациентами, которые лежат в хирургии? Пациентов, которых невозможно выписать домой, будут переведены в терапевтический корпус и продолжат лечение. Пациенты, которые можно выписать, будут выписаны и переданы под наблюдение в поликлинику. В Резбольнице есть заболевшие. Среди пациентов пока не выявлено заболевших. Персонал, да, есть заболевшие, проходят лечение. Стратегия единая. Лечение по всей территории Российской Федерации. Лечение коронавируса. Опытом с другими субъектами, безусловно, обмениваемся. Все практики стараемся брать на вооружение. Но, опять-таки, разработан единый порядок оказания медицинской помощи на уровне Минздрава России, которого мы придержимся. Поясните, пожалуйста, семи земляками в Краснодарском крае, когда они смогут вернуться домой. После прохождения обсервации 14 дней все вернутся домой. Также и остальные сотрудники, которые будут уезжать туда, на работу в Краснодарский край, сначала здесь, у нас 14 дней, они должны пройти обсервацию. Это законы передвижения между регионами в период эпидемии. Статистика заболевших разная. Да, статистика заболевших разная, потому что она передается в разное время. Мы собираем статистику, я в своих докладах, каждое утро на 8 утра. Да, статистика, которая собирается на федеральном уровне и печатается во средствах массовой информации, в Яндексе и везде, она собирается за разные временные отрезки. Поэтому разночтение есть, но в конечном итоге она все равно одинаковая. Улучшения есть у тяжелых? Да, безусловно, это не одни и те же тяжелые больные, которые находятся у нас на ИВЛах и которые есть в статусе тяжелых. При улучшении состояния они перемещаются в другую группу, появляются вновь тяжелые. И, естественно, соблюдая врачебную и медицинскую тайну, я просто не могу озвучивать фамилии и движения больных. Добрый день, Юрий Викторович. Приезду из Москвы можно изолироваться в обсерваторе? Да, конечно, можно. Обсерваторы у нас работают. И если вы не имеете возможности изолироваться от своих родственников в домашних условиях, обратитесь в поликлинику и вас направят в обсервацию. Можно ли выезжать в Элисту? Ну да, я думаю, можно. Почему нет? Температура 37, уже месяц. Где можно сделать УЗИ почек? Я думаю, что вам для начала нужно обратиться к терапевту. Если терапевт расценит, что у вас есть изменения, то тогда даст направление на УЗИ. Что делать с дисфункцией в связи с карантином нигде не принимают? Ну, если вам откажут в приеме в поликлинике, обратитесь ко мне. Но поликлиники работают и принимают пациентов. Если кто-то вам необоснованно отказывает, я готов рассмотреть и принять вас сам. Можно ли поехать в район, если нет признаков заболевания? У меня там дети. У меня дети тоже в районе. Я здесь на самоизоляции. Несмотря на то, что сдаю регулярно анализы, вот сейчас сегодня сдавал анализы, завтра выхожу на работу и вроде бы на 100% уверен, что я здоров. Я маловероятно поеду к своим детям. Я бы лучше остался в режиме самоизоляции. Интересно, когда построят новую инфекционную больницу. Очень бы хотелось, конечно, получить финансирование на строительство инфекционной больницы В этом году мы готовим две проектно-сметные документации. Это строительство госпиталя ветерана Вой с центром гириар-3 и реабилитации. И будем строить новую больницу. И также готовим проектно-сметную документацию на строительство нового онкодиспансера. Это в рамках индивидуальной программы развития Республики Калмыкия. После эпидемии, я думаю, многое будет пересмотрено в области инфекционной безопасности страны. И я надеюсь, что финансирование по этому направлению пройдет. Можно ли по приезду из Питера сразу попасть на изоляцию в обсерватор? Конечно, можно. Места в обсерваторах есть. Обсерваторы у нас есть. Персонал там работает. Поступит ли в Республику тест-системы на коронавирус и антитела к вирусу? Тест-системы на определение коронавируса уже есть. Работают давно. Сделано уже очень много тысяч анализов. На наличие антител к коронавирусу ждем буквально на днях. Очень надеемся, что они придут и помогут нам найти доноров, у которых будут антитела. И мы сможем использовать иммунную плазму более широко, особенно в лечении тяжелых больных. Больные с пневмонией, но ПЦР отрицательные, входят в общую статистику? Ну, получается так, что в общую статистику они, конечно, входят обязательно. Существует два равноценных метода диагностики. Это ПЦР-диагностика и КТ-диагностика. Если на КТ-диагностике пневмония имеет характерные признаки вирусной, то мы включаем статистику как коронавирусная пневмония. Сколько надо сдать анализ на коронавирус? Три раза. Ну, сдается 2-3 раза в период 14 дней. Как вот быть с воусниками Калмыцкого медицинского колледжа, я так понимаю. Ну, там все определено. Ребята будут сдавать анализы. Те, кто работает на коронавирусе, сейчас вместе с нами, я думаю, что им можно и автоматом выдать дипломы. Потому что ребята на самом деле отличные. И юноши, и девушки, которые очень профессионально подготовлены. Огромное им спасибо студентам медколледжа особое. Потому что, ну, действительно, они настолько ценные помощники, что их помощь невозможно переоценить, скажем так. Нарколог и психиатр принимают на данный момент, да? Наркология работает на улице Ипподромной, 100, корпус 1. Рентген-кабинеты тоже работают. В городской поликлинике на УЗИ почек не принимают. По направлению врача будут принимать всех. Если это действительно показано по заболеванию, а не по желанию пациента, пациент сам себе не может назначать исследование. Если врач расценивает, что пациенту нужно сделать УЗИ почек, либо каких-то других органов, он выдаст направление. А если хочется просто самому прийти и сделать, потому что возникло такое желание, без медицинских показаний, конечно, делаться не будет. Работает ли лаборатория СС? Да, лаборатория СС работает сейчас в круглосуточном режиме. Когда начнутся выплаты медикам в инфекционной больнице? То, что обещали с федералки, и то, что от республики. От республики и от ФОМСа деньги поступили на счета. От федералки, федерального бюджета пока не знаю. Завтра выйду на работу, разберусь. Но то, что обещали медикам, мы выплатим в полном объеме. Как здоровье? Делали тест во второй раз? Да, тест сегодня сдал. Если придет отрицательный, завтра выйду на работу. Первый был отрицательный. То, что касается меня. Медики республиканской больницы будут работать в закрытом режиме или ходить домой? Я бы предпочел, чтобы они работали в закрытом режиме. Потому что для того, чтобы ходить домой, они должны быть полностью уверены в том, что они самоизолированы. И самое главное, все остальные сотрудники должны быть уверены в том, который рядом с ними. Что человек, который уходит домой, не нарушает режим полной самоизоляции, не контактирует, не ходит в магазины, не ездит в такси, не бывает на улице. Поэтому предпочтительнее здесь казарменное положение. Беременные переносят пока в удовлетворительном состоянии. Голосовое сообщение по Вайберу, где едут 300 человек в листу. Правда. Первый раз об этом слышу. Сам это сообщение не встречал ни в одних соцсетях. Но за этот фейк, я думаю, что правоохранительные органы возьмутся и кто-то за это понесет наказание. Потому что, ну, это просто бред какой-то. Опыт первого месяца коронавируса показал, что все медицинские работники в зоне риска. Почему нельзя увеличить заработную плату всем? В зоне риска на самом деле находятся не только медицинские работники, но и все граждане Российской Федерации. Но те, кто работает с ковидными больными напрямую, согласитесь, находятся в стократно больше зоне риска. Поэтому уравниловки здесь быть не может. Это мое личное мнение. Здравствуйте. Если коронавирус подтвержден, то больного забирают сразу в инфекционную. И что с контактирующими? На сегодняшний день, если коронавирус подтвержден и протекает в легкой форме, то есть без температуры, без осложнений, то больного могут оставить дома, если он может самоизолироваться, и ему родственники могут организовать доставку продуктов питания. Тогда он ежедневно наблюдается амбулаторно, не находится дома под наблюдением, опять-таки, я говорю, медицинских работников. При ухудшении его состояния, то есть появлении температуры, каких-то симптомов, он будет переведен в инфекционную больницу. Если человек не может самоизолироваться, либо у него сразу признаки того, что протекает не в легкой форме, то сразу госпитализирует. Юрий Викторович, подъясните всем, что на смешанный уровень уже является федеральным. Да, наши лаборатории получили статус, скажем так, экспертных, и сейчас мы не направляем анализы на подтверждение ни в Москву, ни в Новосибирск, ни в Ставрополь, ни в какие другие города. Все наши лаборатории сейчас достаточно квалифицированы, ставят диагнозы и проводят исследования, поэтому все случаи сейчас считаются сразу подтвержденные на любом уровне. Правда, что с Москвы отправляют больных по месту прописки? Нет, неправда. Продолжение следует... С праздником, друзья!